приветствуем вас на канале раиса горяченко дача сад огород цветы да сегодня мы будем говорить о цветах вернее составили агрогороскоп цветовода на ноябрь 2021 года время московское многие могут сказать особенно начинающий чего тут можно говорить ноябрь месяц все уже не цветет и уже вся жизнь остановилась напрасно и я вам сейчас докажу почему так важен ноябрь месяц для цветовода итак рассмотрим вот этот долгожданный я сама всегда с трепетом составляю этот агрогороскоп для того чтобы подготовить свои цветы к зимовке какие-то подготовить заложить на хранение свои луковицы клубни цветов целая куча заданий которые нужно выполнить используя вот эти космические благоприятные энергии и вот первое у нас ноября начинается в знаке дева когда можно нарезать это убывающая луна но можно нарезать черенки укоренять черенки комнатных растений не только цветущих но и у нас сейчас очень много различных растений которые радуют своими листьями своей сочной листвой различной формы поэтому можно их размножать и можно использовать вот деву даже при убывающей луне именно в это время тоже очень хорошие результаты уже за три года нашей деятельности совместной с массой садоводов огородников цветоводов очень хорошие результаты получаются так что пожалуйста комнатные растения очень хорошо используем мы этот день причем мы не весь день используем постарайтесь это сделать до 15 часов чем раньше тем лучше вот с утра делайте нарезайте черенки и ставьте на укоренение очень хорошо в деве поливать и подкармливать комнатные растения очень хорошо далее что можно еще можно посадить или пересадить вот если у вас уже укоренились листики или какие-то череночки уже готовы корешочки хорошие просятся в большие горшочки пересаживайте делайте перевалочку это все хорошо будет в деве завершается время девы в 23 часа 11 минут но у нас луна без курса 17 часов 2 минут поэтому до обеда постарайтесь вот эти посадочные да и кстати и поливы и подкормки провести до обеда для того чтобы все это было принято растениями и благоприятно использовано но весы у нас в 23 часа 12 минут начинаются первого и затем очень плавно переход происходит 2 и 3 у нас луна в знаке весы и убывающие перед новолунием новолуние уже день 4 ноября будет это же время скорпиона поэтому в весах что еще можно сделать геката то есть черная луна начинается 2 ноября вечером поэтому днем можно еще в весах очень много дел сделать хороший обрезка если уже подсохли веточки побеги и цветоносы в различных растений я имею ввиду не только комнатные но и на в теплых странах на юге еще есть такая возможность и потребность вот это можно делать обрезайте зеленые операции для тех растений которые требуют такой операции далее очень хорошо закладывать на хранение луковицы а также копать в это время клубни и луковицы цветов которые вы еще не выкопали в весах знаки стихии воздуха очень хорошо этот процесс проходит поэтому копайте и готовьте на закладку для хранения подсыхают пусть но помните в весах нельзя поливать растения и заливать водой так что постарайтесь этот момент учесть подсохнут и уберете аккуратненько земельку если нужно будет обработать марганцовый раствор марганцовки то это сделайте чуть позже дайте возможность растения вернее луковицам и клубням прийти в чувство подготовиться к новому состоянию состоянию покоя подготовки к следующему сезону ну а новолуние затем скорпионе 5 и 6 6 уже стрелец энергии стихии огня будут здесь черная луна что можно делать скорпионе только поливы при необходимости а вот стрельце очень хорошо укрывать теплолюбивые цветы и декоративные растения декоративные красиво цветущие растения это тоже цветочные растения поэтому используйте стрелец вот 6 и седьмого тоже у нас энергии стрельца будут и нужно вот кстати и закладку на хранение луковиц и клубни цветов здесь можно использовать и семена проверить и уже заложить на хранение практически можно весь день делать это но лучше сделать до 13 часов затем луна без курса с 13 и 46 до 0 часов и вот наступает очень ответственный момент это луна растущая уже луна в знаке козерог 8 и 9 но 9 постарайтесь все работы завершить тоже до обеда до 13 часов почему в козероге замечательное время при растущей луне снова же черенки это дни корня здесь очень хорошо укореняются черенки можете это сделать для своих комнатных цветов а также можете нарезать черенки различных растений цветочных декоративных и заложить их на хранение чтобы весной укоренить это тоже очень хорошее время можете высаживать цветочные декоративные саженцы если погода позволяет это теплые страны или юг поливы подкормки обрезка подготовка хризантем к зимовке вот это все мы делаем 8 и 9 но и самое главное отвечу на вопрос тех кто собирается сеять семена цветов которые очень долго всходят и вот и именно вот этот период знака козерога при растущей луне и этот период очень хороший для того чтобы посеять семена у каждого это свои семена я вам просто вы сами знаете и отвечая на этот вопрос 8 вот смотрите с двух часов ночи и до конца суток и 9 вот эти посевы можно будет делать делайте долго будут сходить ничего страшного зато это будут крепуши растения и затем очень красивые здоровые растения и цветы это у нас козерог замечательное время все мы это все сделаем запомнили и двигаемся дальше водолей 10 и 11 и частично ночью 12 до утра когда уже 12 луна зайдет в знак рыбы в 7 часов 50 5 минут утра смотрите какой здесь интересный момент 10 водолея луна переходит из первой во вторую фазы что можно делать водолеи естественно не все им не высаживаем но очень хорошо в знаке стихии воздуха укрывать теплолюбивые цветочные растения можно обрезать это только-только видите у нас начинается завершается первая фаза поэтому зеленые операции можете провести и укрыть свои растения в этот период очень хорошо все получается но и начинается очень тоже интенсивный для цветоводов именно комнатные растения и тепличные у нас очень много уже сейчас подписчиков тех кто занимается тепличными цветами 12 после 8 желательно после 9 часов утра можно поливать и подкармливать различные и комнатные и тепличные растения в теплых странах это открытый грунт и вот этот момент также можно использовать для посадки рассады цветов очень хорошо получается 13 продолжаем посадка пересадка перевалка и не забывайте о защите своих растений от вредителей болезней но используйте если это дома или теплица используйте биопрепараты это будет безопасно и для растений и для вас в первую очередь 14 луна из знака рыбы будут переходить в знак овен здесь луна без курса с 5 часов 42 минут и до 15 часов 47 минут будет естественно этот период ничего не высаживаем не пересаживаем это время можно использовать для поливов и если есть необходимость для подкормок потому что уже в овне после 16 часов здесь поливы и подкормки будут бесполезны а подкормки и опасны для ваших растений и так после 16 14 ноября в овне можно заниматься укрытием теплолюбивых растений цветов имеется ввиду ввиду и 15 16 будет продолжаться эти энергии огня закладывайте на хранение луковицы клубни семена цветов проверяйте если есть проблема делайте различные им операции важные где-то вычищайте обрабатываете ранки зеленкой в общем есть куча дел для того чтобы подготовить ваши прекрасные будущие цветы вернее посадочный материал зимовки и к следующему сезону 16 луна без курса с 15 часов 53 минут и до конца суток это время уже отдыха и начинается подготовка к очень важному событию космическому у нас 19 правда в тельце конечно немного у нас хорошего времени благоприятного в тельце мы сейчас более подробно об этом скажем но хочу вас просто-напросто предупредить и более полную информацию дать в 19 ноября будет частное лунное затмение и полнолуние поэтому пожалуйста вот этот сожженный путь полнолуния очень сильно энергетически насыщен и мы рассмотрим сейчас что мы можем делать практически ничего кроме полива в тельце а в близнецах поливать нельзя остальные работы пропускаем но у нас есть очень хороший кусочек 17 ноября с двух часов ночи 19 минут а вернее лучше с трех часов и до 9 часов утра когда начинаются вот эти энергии сожженного пути полнолуния пожалуйста если у вас есть снова же в козероге не посеяли у вас есть еще один шанс посеять семена цветов на рассаду тех цветов которые будут долго сходить и потом вас порадует красивыми цветами естественно здоровым своим видом можно использовать вот этот период и еще в тельце в этот период короткий можно использовать снова же нарезка черенков и укоренение черенков плюс поливы подкормки все здесь получится хорошо кстати можете также высаживать саженцы различных цветочных декоративных растений то ли в горшки то ли есть это теплые страны в открытый грунт или в теплицах все это прекрасно получится ну вот у нас позади будет вот такой сложный период который требует и от растений и от луковиц клубней ну и самое главное от нас тех кто занимается этими прекрасными растениями создающими красоту в нашей жизни время отдыха отдыхайте отдыхайте потому что уже смотрите 22 23 луна в знаке рак и частично будет но эта ночь будет 24 в знаке рак что можно делать а нужно уже будет и поливы и подкормки для комнатных растений для тепличных растений там где отапливаемые теплицы для теплых стран можно высаживать пересаживать рассаду комнатные растения перевалку делать не забывайте защита от вредителей и от болезней биопрепаратами держите этот вопрос всегда на контроле профилактика прежде всего тогда не будет никаких проблем с вашими растениями 24 с 5 часов 48 минут и до 17 часов 59 минут практически весь световой день луна будет спать до момента перехода в знак лев переход этот произойдет 16 часов 16 часов дня ну что можно во льве смотрите во льве после 16 часов 24 далее 25 и 26 можно закладывать на хранение луковицы клубни семена цветов на растения пересмотреть в знаке стихии огня очень хорошо все хранится и прекрасно она потом дает хороший результат вот все 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 наши запасы укрывайте теплолюбивые растения а также проводите уже зеленые операции можно во льве провести это уже у нас переход смотрите 3 фаза в 4 можно вот это при необходимости сделать зеленые операции для цветоводов ну для теплых стран это понятно все растения все части россии если есть необходимость а для тепличных и до комнатных растений то что у нас уже подсохли листики или цветоносы уже высыхает следующий период очень хороший уже в деве он начнется 27 ноября в 2 часа 13 минут и до конца суток будет и 28 вот у нас 27 выпадает из важных дел по поводу нарезки черенков укоренения пассива здесь у нас только поливые подкормочки проводятся потому что луна перейдет из 3 в 4 фазы это маленькая полнолуние или маленькая стрессовая новолуние как всегда очень тяжело переносят растения вот эти периоды зато 28 уже можно нарезать череночки укоренять черенки не только цветочных декоративные растения сеять семена цветов снова же для тех кто хочет сеять семена цветов смотрите есть и 8 9 и 17 утра и сейчас 28 есть вот этот период как раз после перехода луны из 3 и 4 фазы можно использовать вот этот день очень хорошей энергии и посеять семена цветов на рассаду который будет радовать вас в следующем году своими цветами своими яркими красками кстати в этот время в этот день для холодных регионов можно использовать подзимний посев семян цветов очень хорошо все получится 29 луна перейдет из знака девы в знак весы 8 часов 56 минут уже весы будут энергии свои распускать естественно занимать энергии стихии воздуха в нашем пространстве естественно в это время нельзя поливать напоминаю поливую запрещенную для любых растений то ли комнатные то ли тепличные в теплых странах любые растения не поливаем но здесь очень хорошо в знаке стихии воздуха проводить зеленые операции различные обрезки цветочных растений закладывать на хранение луковицы клубни и семена а также кстати проводите подзимний посев очень хорошо получается если уже установилась зимняя погода ну и укрытие на зиму очень хорошо получается вот такой у нас сегодня агрогороскоп одно мгновение вот он весь календарь сразу же все дни на ноябрь 2021 года авторы канала раиса горяченко александр волик желает вам красоты мира гармонии тепла пусть ваши цветы ваши растения дарят вам всегда позитив но и вы дарите любите их и они обязательно ответят тем же той же божественной любовью которую несут эти растения в нашу жизнь на этом мы прощаемся с вами всего вам самого доброго крепкого вам здоровья самого-самого доброго благодатной погоды вам хорошей зимовки но и ожидания этой прекрасной поры которая называется весна когда наши цветы наши растения снова распустятся и снова нас одарят своей вот этой энергии жизни и снова начнется прекрасный новый волшебный год для нашей жизни до новых встреч на нашем канале